В селе Арское 165 домов. Примерно два десятка на улицах Юбилейной и Мира. На минувшей неделе буквально в паре метров от них сошёл грунт. Оползень растянулся на семь сотен метров. В этой зоне и территория храмового комплекса. А подвижек пострадала бетонная лестница. Предпосылки к разрушению были ещё в прошлом году. Об этом рассказал Продерей Алексей. Тогда силами прихожан процесс удалось замедлить. Мы приостановили процесс на нашей территории. Но это было недостаточно. Например, глубина дренажей мы заложили 2-2,5 метра. А по-хорошему их надо на 8 метров копать. Нет таких фиксоватов, да это очень дорого. Для зрителей я хочу сказать, потому что идут какие-то слухи, что-то валится. В ближайшее время, я скажу, ничего здесь не обвалится. Но если мы ничего не будем предпринимать, то, может быть, через 5-7 лет уже возникнет такая опасность, что, возможно, что-то и произойдёт. Настоятель Алексей добавил, эпицентр не на территории храма. Буквально в километре краски сгущаются. Склон вдоль дороги в соседнюю деревню Погребы пострадал в разы сильнее. На месте лежат земляные массы. Их длина от 5 до 15 метров. Высота до 7. На почве трещины и зазоры. Подходить ближе к разрушению мы не стали. Стоит сделать шаг. Как под весом тела земля уходит из-под ног. А там в глубине уже грунтовые воды. Кроме того, оползень обнажил старое кладбище. Оно почему-то интересует всех в разы больше, чем, к примеру, прямая угроза разрушения единственной подъездной дороги к соседнему селу. При этом, как отмечает настоятель храма, ранее об этом месте захоронения никто даже и не догадывался. Вот та самая дорога. Она уже сейчас начала разрушаться. Благо, пострадала лишь часть обочины. Но если грунт продолжит движение, то через пару месяцев ситуация может значительно ухудшиться. Пока зеваки любуются останками, городские службы приступили к укреплению склона. С 22 апреля на границах Засвияжского района введен режим повышенной готовности. Глава города Дмитрий Вавилин поручил привлечь спецтехнику, провести анализ. По его итогам будет ясно, как планировать противооползневые работы. В настоящее время МБУ «Стройзаказчик», а также силами специализированной организации проводится комплекс мероприятий, направленный на изучение ситуации и выработки решений по стабилизации ситуации в районе храмового комплекса. Этот оползень стал крупнейшим за последние 10 лет в селе Арское. К нему сейчас прикованы все взгляды. Но стоит напомнить, для Ульяновской области движение грунта – процесс знакомый. К примеру, разрез Милановского в северной части города. Когда-то он считался памятником природы. В 2016 году здесь разом рухнуло 12 метров земли. Позже каждый год расстояние до ближайших домов сокращалось на 3-4 метра. Власти решили расселить людей. А в 2018 году сняли охранный статус с разреза за плохое поведение. Тогда начались активные попытки по его укреплению. Но с природой не поспоришь. Процесс не остановить за короткий срок. Сейчас к решению проблемы привлечен федеральный центр. Бюджетом 2022 года министерству в рамках реализации программы охраны окружающей среды доведены финансовые средства в размере 60 миллионов рублей. Это первая часть средств, которая на сегодняшний день уже в виде субсидиарной поддержки направлена городу Ульяновску на проведение конкурсных работ по отбору компании, которая приступит к разработке проектно-сметной документации на первые 3 километра склона, начиная от президентского моста. Работы начнут в 2023 году. Они разделены на три этапа – водоотведение, укрепление разреза Милановского, завершающий – береговое укрепление и строительство набережной. Всё это рассчитано на 17 километров от президентского моста до железнодорожного района. А вот микрорайон Куликовка в северной части города снова не вошёл в план. А когда вы заезжали, вообще были какие-то неровности или какое-то движение? Нет, нормально было. Даже не верили, что здесь оплодневную зону. Неприятный сюрприз устроила природа. Подарок местные жители не оценили. Если на участке дома номер 29 по улице 1-й западный пригород земля под ногами ещё есть, то дома 2-го пригорода почти парят в воздухе. О проблеме городская власть знает. В прошлом году, цитирую, было дано поручение проработать данный вопрос. Так ситуацию прокомментировали в администрации областного центра. Пару лет назад здесь была ровная дорога. Сейчас самодельная переправа. Идти по ней, если честно, очень страшно. Природа не ждёт, пока чиновники проведут анализы, посчитают сметы. Точно так же не ждёт и вот этот дом. Ещё пару лет, и он точно упадёт в бездну. Бросать спасательный круг мэрия не торопится. В пресс-службе проблему прокомментировали абстрактно. Нужно проработать вопрос, будет ли результат, сказать сложно. Кто-то из жителей говорит, что частенько видят спецмашины, другие – ни разу за год. Мы же можем лишь предположить дальнейший исход событий. Спасать маленький микрорайон невыгодно, да и центром притяжения туристов его не назовёшь. А что касается убытков и прямой угрозы жизни для людей, видимо, справятся сами. Как и в любом случае, проблему начнут решать лишь тогда, когда она дойдёт до критической точки. Александра Никитина, Данил Сурков и Герман Баранов. Управда ТВ.